Что за забор появился вокруг здания Воссипугль в Иркутске? Этим вопросом задаются и прохожие, и пользователи соцсетей. Мария Евстратова выехала на место и разобралась, в чем же дело. Буквально через несколько лет в Иркутске на территории здания Воссипугля и Тихвинского сквера произойдут глобальные изменения. Мы со своей стороны, как генеральный проектировщик, разработали проект реконструкции самого здания Воссипугля. Вот здесь вы можете видеть, вот настройка четвертого этажа. Компания «Н-Плюс» реконструирует объект и благоустроит прилегающую территорию. Сейчас площадку начинают готовить к демонтажу. Его начнут уже после новогодних праздников, а весной приступят к строительно-монтажным работам. Они предполагаются масштабные – от новых перекрытий до устройства новых стен и кровли. Зданию больше полувека, и оно уже давно ждет ремонта. На сегодня разработана документация, пройдены все необходимые согласования. Сейчас оформляется разрешение на строительство этого объекта, на реконструкцию. Ну и понимая, что выполнение такой большой глобальной реконструкции невозможно без приведения в порядок прилегающей территории, было принято решение по согласованию с городской администрацией о том, что необходимо и прилегающую территорию сквер тоже привести в порядок. Все работы по реконструкции объекта согласованы с городской администрацией. Авторы проекта заверяют – неудобств жителям перестройка не принесет. Все сделают максимально бережно – и к людям, и к общественным пространствам. В дальнейшем обновленное здание перепрофилируют. Из административного сделают объект обслуживания, сохранив его исторический облик. Принято решение реконструировать здание ГОССИП Угля именно в гостиницу «Пятизвездочную». Это здание находится в самом центре, в самом сердце города Иркутска. Поэтому было пристальное внимание к проектированию, реконструкции этого здания, чтобы сохранить ту композицию уже сложившуюся исторического центра. Через три года в центральной части Иркутска появится не только современный гостиничный комплекс, но и благоустроенное общественное пространство с восстановленным фонтаном. К тому же такой инвестиционный проект позволит в Приангарье увеличить турпоток. Мария Евстратова, Юрий Рябчиков. Новости сейчас.